Здравствуйте! Сегодня я побывал в еще одном магазине. Магазине Новодренха. Магазине Royal Seeds. В основном здесь я представлен ассортимент семян Royal Seeds, так как остальных производителей, которые меня интересовали, я уже приобрел. Об этом производителе я вспомнил не так давно, но так как семена, например, вот бананы Lex, за несколько лет до того, как о них узнало большинство дайсиков, когда они появились в открытой продаже, я именно у этого производителя купил эти семена. Ну и также вот я взял интересующие меня сорта из сибирского сада. Там, конечно же, сердцевидные плоды. А сейчас немножечко подробнее я остановлюсь на вот этих самых сортах. Начнем с сибирского сада. Они очень интересные, эти сорта. Изумрудное сердце. Ходят слухи в интернете, что это аналог зеленого сердца Эверетта. Изумрудного сердца Эверетта. Вот. И вообще сердцевидные зеленоплодные томаты я еще ни разу не выращивал. И зеленоплодные томаты, как я уже неоднократно повторял, одни из моих любимых. Вот. Соответственно, цены и все остальное будет у меня выложено в описании к видео. Это написано, что это новинка. 2021 года. Урожайность сорта до 5 килограмм. С одного растения. Индетроминантный. Томат. Ну и крупноплодный. Это прям то, что мне надо от, соответственно, томатов. Крупноплодные вкусные плоды. Черное сердце Америки. Почему я выбрал все сорт? Потому что у меня растет на даче золотое сердце Америки. Это прекрасный сорт сердцевидный. Томата раннеспелый, кистевой. Плоды крупные, оранжевые, мясистые, вкусные. В общем, сказка, а не сорт. Даже в открытом грунте они у меня в прошлом году вызрели. В прошлом сезоне. Очень похож он по внешнему виду на сорт черное сердце Бреда. Черное сердце Бреда я выращивал. Также я взял тоже похожий сорт бычье сердце черное. Очень хочу вырастить черноплодные сердцевидные томаты. Тем более такие крупные. Написано, что гигантские. Соответственно, описание. Можете посмотреть. Тут написано, что до 750 грамм плод. Может достигать. Так как я любитель томата бычьего сердца. Я не мог пройти мимо бычьего сердца английского. Это оранжево-плодный томат. Оранжевые томаты я очень люблю. Основная масса сортов у меня. Почему-то всегда получается оранжево. Они очень сладкие, вкусные. Но конкретно это у меня еще не было. До 600 грамм сердцевидные томаты. Скорее всего, описание такое же, как и для других сердцевидных томатов. Урожайность. Большая достаточно урожайность. Высокая масса плодов. Индитерминатный куст. Ну и соответственно, очень хочется попробовать такой томат. Следующий томат также новинка. Новинка сезона. Это сорт аналог всеми желанного томата Сержант Пеппер. Мне только в прошлом году удалось достать оригинальный сорт Сержант Пепперс. по обмену с украинскими моими знакомыми. Вот. И я его сажал. В этом году я хочу посадить сорт Черной магией. Ну и соответственно, сравнить. Этот уже должен быть адаптированный сорт к нашим условиям. И было бы очень хорошо его попробовать. Ну, очень интересно. Если он адаптированный Сержант Пеппер, как многие говорят, было бы крайне интересно его вырастить. А теперь переходим к самым интересным семенам. Семена Royal Seeds, которые я приобрел в магазине. Вот. Цены я, естественно, также укажу в видео. Это Индиго Яблоко, знаменитый сорт. Тут, конечно, транслит с английского языка. И это мне у них не понравилось, потому что здесь томата Фест, Royal Seeds. Это все по-английски Индиго Эппл. Ну, могли бы написать на оригинальное, на английском языке, а затем транслитом по-русски. Потому что читать вот такие перековерканные английские слова русскими буквами, ну, не очень это приятно, не очень хорошо. Описание здесь очень короткое, но оно очень красочное. Вот. И, соответственно, очень хочется мне этот сорт вырастить. Как он выглядит, вы видите по картинке. И эти все сорта для меня новые, я никакие из них не сажал. Сорта США. Очень много я у разных блогеров видел. Сорт Thunder Mountain. Раньше я про него не слышал, но плод с антоцианом. Достаточно крупные. Крупные сорта с антоцианом. Очень хочу попробовать. Вот написано от 270 до 350 граммов. Автор сорта Ли Гудвин сравнил это буйство красок с закатным солнцем среди грозовых туч. Аромат хорошо сбалансирован. Урожайность средняя. Ну, конечно, средняя урожайность. Это не очень хорошо. Однако, такая красота крупные плоды с антоцианом для меня вырастить очень было бы любопытно. Скорее всего, вот из этих сортов у меня большинство войдет в посадку. Great White. Много слышал об этом сорте. Крупноплодный, белоплодный томат. Также не выращивал еще. Плоды плоскоокруглые. Очень крупные. 450-800 грамм. Бледно-желтого цвета. Сочные мясистые. Мякоть кремовая. По вкусу очень нежная. С любым ароматом дыни и нотками гуалы. Так как мне нравится и дыня, и гуалы я тоже пробовал. Мне очень понравилось. Вот очень хочется попробовать, какой же именно этот томат будет по вкусу. Очень интересно. Очень неплохо. Orange Strawberry. Это оранжевая клубника сорта США. Очень интересно. Многое про него слышал. Очень интересно было попробовать. Оранжевоплодные сердцевидные томаты. Это 250-450 грамм малосеменные. Ну, в общем, что я буду говорить про оранжевоплодные томаты. Это все надо, естественно, пробовать. А говорить про них можно долго. И очень много я взял разных крупноплодных бекалоров. Очень я люблю их. Бекалоры. Они очень сладкие. Все с разным вкусом. Все с фруктовыми нотками. С фруктовым вкусом. Поэтому много я про них говорить также не буду. Их я еще не сажал. Strip German. Очень красивый томат. Здесь есть очень старые сорта. Очень интересные. Очень красивые на разрезе. Вот видите, мраморные. Прекрасные. Сорт Mammoth Gold. Тоже не пробовал. Бекалоры. Они несколько отличаются друг от друга. У меня росли из бекалоров очень мне понравившийся томат мятный. Очень мне понравившийся томат деревенский. И очень мне понравившийся томат буракерские любимцы. Мне также понравился томат Стэнли. Много, множество таких оранжево-розовых, оранжево-желтых бекалоров. Вот Hillbilly. Это томат деревенский. У меня перепутались немножечко семена с томатом... Господи, как же его... Буракерские любимцы. Потому что в начале сезона плоды друг на друга не похожи. Они полежат, становятся все очень похоже. Через некоторое время все красивые, все вкусные, все красиво-замечательные формы. Очень прекрасные томаты. Красоты просто неимоверной. Урожайные. Мне очень нравится. Как вы видите, 450-900 грамм. И просто необыкновенная красота. Бекалоры также славятся устойчивостью к заболеваниям. Вот. Ну, у меня на участке он, конечно, должен претерпеть некоторую адаптацию. Также пройдемся быстренько по бекалорам. Это Marvel Stripe. Очень красивый. Также от 400 до 900 грамм. Плоды жорта оранжевые с фруктовым вкусом. Хорошей урожайностью. Ну, что тут говорить. Очень хочется на него посадить. Да и другие сорта, в общем, не отстают от этих сортов. Видите, они все немножечко отличаются друг от друга. Однако все крупные. Есть очень старые сорта. Так, здесь тоже от 450 до 900 грамм желтого цвета с розовато-красными полосками. А, я забыл еще упомянуть про очень хороший вкусный бекалор Марта Логан. Он мало урожайный, однако плоды у него просто очень нежного вкуса. Желто-розового. И от желтого томата нежность, от розового сладость. Очень хорошее сочетание. Вот. Но его я попробую заменить. Как раз попробую вот эти новые бекалоры. Очень интересно. Сорт Old German. Вот это как раз должен быть вроде... Я прочитал у него описание. Это старый сорт. Сейчас посмотрим. Да, действительно написано, что этот сорт выведен в середине 19 века в долине Шинандуа, штата Вирджиния, братством Менонитов. Производится на коммерческой основе с 1985 года. Вот. И от 600 до 900 грамм. Сочные, мясистые, превосходным вкусом, красивой, разнообразной окраской. Видите, очень крупноплодные, интересные томаты. Очень хочу вырастить бекалоры. Меня уже давно покорили. Сорт Gold Medal. Золотая медаль. Тоже красоты необыкновенной. Написано, что этот томат известен с 1921 года. Некоторое время, как Ruby Gold. Лауреат многих томатных конкурсов. Плодочень крупный, приплюс калибристый. Массой 450-1300 граммов. Это просто запредельно. У меня максимум вырастал томат бекалора ананас. Кстати, который мне тоже очень понравился. 1270 грамм. 1278 грамм. Очень был вкусный. Вот. Ну, соответственно, ананас я тоже хочу посадить. Не знаю. Все хочу посадить. Просто все. Невозможно все это посадить. Но очень хочется. Красота, вкуснота. Что еще можно об этом сказать? Здесь очень долго я за этим сортом гонялся. Нигде у коллекционеров в наличии его, к сожалению, не застал. Однако, с большим удивлением и большим воодушевлением, я увидел этот сорт в магазине Royal Seeds. И без раздумий просто схватил его и очень был доволен. Это Эверетс Растихат. Переводится как «Ржавое сердце Эверетта». Давно я про него слышал. Должен сказать, что этот сорт должен характеризоваться очень сладким вкусом, без кислинки. Так. Тут написано, что внешне окрашено ржаво-бронзовый цвет. При этом мягкий имеет оттенки розового, зеленого и золотого. Плоды обладают восхитительным вкусом, ароматом, сочетая в себе яркие фруктовые и пряные оттенки. Сорт обладает повышенной урожайностью. И здесь 10 семян. 10 семян достаточно, чтобы попробовать вырастить свои семена. Это просто замечательно, прекрасно. Этот сорт 100% посажу. Ну, как и Бекалора, скорее всего. Но я боюсь, что теплица нежелезная, она не влезет. Black from Tula. Ну вот посмотрите, какая красота. Да, как можно это не посадить, как можно это не взять. Здесь томаты менее крупные. Написано, что был выведен этот сорт в Тульском районе, в России. Потом выведен в США. И теперь он из США опять попал к нам в Россию. Вот. Потрясающий вкус, потрясающая урожайность. Вот. Сорт рекомендован для свежего потребления. Ну, этот тоже без вариантов идет. Обязательную посадку у меня. Этот сорт. Очень много в этом году я тай-даев приобрел. И Беркли тай-дай грин. И Беркли тай-дай еще какой-то. Еще какой-то. Вот. Теперь еще и Пинк Беркли тай-дай. Многие хвалят сорт. Сорта тай-дай. И очень поэтому хочу эти сорта тай-дай. Разные варианты его попробовать. Плоды 200-400 грамм. Плоскоокруглые и слаборебристые. Ну, описание, как я уже говорю, дальше вы можете прочитать самостоятельно. Показываю пакетики. Дальше. Настало время для таких вот красных интересных томатов. Томат Сан Марсана. Классический итальянский томат. Томат, как здесь пишут, один из лучших томатов. Для консервирования, а также для соусов. Тут написано, что с 1926 по 80-е годы массово выращивался в Италии. Затем был заменен на промышленные гибриды и оказался на грани исчезновения. С 1996 года обладает въезд с особым статусом. Очень хочется мне попробовать вырастить сорт Сан Марсана. Много от него жду. Очень хочу томатные пасты, красные, красивые, из него сделать. Ну и соус, соответственно. Также итальянский сорт. Но он, как видите, из США. Это сорт перцевидных томатов. Многие сейчас бросились покупать гибрид. Карнабель. Но Карнабель все-таки гибрид. Гибрид я покупать не хочу. Там один пакетик стоит 180 рублей. 220 рублей. Это бешеные деньги. Этот сорт Джерси Дэвил намного дешевле. 10 семян. Роял Сидс. Посмотрим. Сорт назван так, так как вы, смотря вот на эту фотографию, вы не отличите эти томаты от жгучего перца. И на самом деле очень интересный сорт. Очень хочу также его вырастить. Этот сорт также из Италии. И написано, что он с малым количеством семян. Подходит для свежего употребления и переработки. Для соусов. Очень интересного для соусов. Наравне с сортом Сан Марсан. Он выращивался в Италии. Ну, Италия родина пасты. Пасту я очень люблю. И пасту, особенно с помидорами. Все это у меня пойдет. И для сушки подойдет. Все прекрасно. Наконец, сорт австралиец. Это красноплодный томат. Очень крупный. Давно его тоже искал. Давно за ним гонялся. Очень мощные должны быть, судя по всему, наверное, кусты. Родина сорт написана Австралия. Ну, логично, раз сорт называется австралиец. Плоды масса до 900 грамм. Обладают потрясающим ароматом. Насыщенным сладким вкусом. Гармоничная кислинка. Эталон старомодного томатного вкуса. Очень хочется попробовать. Глядя на вид. Этих самых плодов. Очень хочется. Даже если они окажутся на вид лучше, чем на вкус. Плоды крупные. Пойдут в переработку. Это все будет прекрасно. Очень интересно. Таким образом, вот таких суперинтересных много сортов я приобрел. Опять же, на Водренха. Посмотрите, какая красота. Редкие коллекционные сорта. Очень давно многие из них искал. Просто красота неимоверная. Очень всем рекомендую попробовать вырастить. Так как вот у коллекционных сортов, когда заказываешь у коллекционеров, очень долго приходится бывает ждать доставки. Если заказываешь весной, получаешь в следующем году, не знаешь, успеешь посадить, вырастет ли рассада, а хочется посадить именно в этот сезон, когда ты заказываешь. И вот в случае при покупке в магазин, можно самому приехать, самому забрать. И это намного удобнее. Да, у коллекционеров семена более качественные, поэтому можно заказывать и там, соответственно, и там. У коллекционеров заранее. А пойти в магазин и купить то, что тебе нравится, то, что тебе хочется. Вот. В общем-то, как я в данном случае и поступил. Потому что многих из этих сортов у коллекционеров бывает уже нет в наличии. А на этом все. Всем спасибо. Всем хорошего урожая. Подписывайтесь, кому было интересно. Буду выращивать эти сорта у себя на участке, выкладывать про них обзоры, показывать их в разрезе, пробовать их на вкус. В общем, все, что можно, я про них расскажу и покажу. Всем спасибо. Ставьте лайки, кому понравилось. Очень буду стараться подбирать разные сорта и в следующие годы, и в следующие сезоны. Сажать то, что у меня уже есть, проверенные сорта. В общем, надеюсь, вам было интересно, понравилось. Всем спасибо и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok